Авиакомпания Якутия Авиакомпания Наксаха и Якутские авиалинии Была создана региональная авиакомпания Якутия Вот если оглянуться назад Что вы можете назвать главным достижением компании? 15 лет, надо сказать, что Это срок такой, наверное, не очень большой для авиакомпании Но тем не менее, для нас это действительно жизнь И за этот период Те компании, которые создавались в тот же период Некоторые исчезли с этого рынка Поэтому, наверное, самое главное достижение То, что мы летаем Да, пожалуй, самое главное Вы возглавили авиакомпанию Вот в тот момент, как многие считают Это было самое трудное время, наверное, для авиакомпании 2014 год Вот с какими потерями и приобретениями, наверное, вышли из того кризиса? Действительно, это очень сложный период Который возник в 2014 году Это период, когда изменился курс доллара Появились внешние потрясения У Российской Федерации Санкции И которые, конечно, точно так же, как повлияли на всю экономику Российской Федерации Они повлияли и на нас Тем более, что в парке воздушных судов В этой компании очень много импортной техники Следовательно, лизинговые договоры, они были у нас и есть Они в валюте Это естественным образом повлияло на наши платежи То есть стоимость владения этими самолетами Она увеличилась практически двукратно При этом надо сказать, что тарифы у нас не изменялись кратно Небольшой люфт, который существует обычно Он где-то в пределах 4-5-10%, не больше Потому что пассажиры это очень внимательные, будем говорить, пассажиры Они всегда выбирают соотношение цена-качество И выбирают все-таки билеты подешевле Поэтому естественным образом это повлияло на то, что расходы росли А доходы увеличились не кардинально Это потребовало от компании очень больших усилий По приведению вот этого соотношения в нормальные параметры Мы изменили парк Мы вывели из парка широкофюзеляжные самолеты Мы закончили договоры лизинга действительно по такому проекту Который был, в общем-то, российским Но, к сожалению, вот он закончился Это самолеты АН-140 И на сегодня по-прежнему мы отрабатываем очень внимательно Ежегодно практически Программу повышения эффективности деятельности Это жизнь компании Поэтому можно сказать, что да, кризис, он, наверное, не закончился для нас Потому что требования, которые существуют на сегодня Они ужесточились Конкуренция ужесточается И ужесточаются требования со стороны регулирующих органов Поэтому кризис продолжается А мы продолжаем работать Ну, что входит именно в программу эффективности Как раз-таки, какие критерии? Очень много Мы, наверное, сделали правильно Когда мы приняли решение о том Что есть необходимость анализировать И постоянно держать на контроле Качественные показатели Такие, как занятость пассажирских кресел Процент коммерческой загрузки Такие, как налет часов на одно воздушное судно И надо сказать, что по этим показателям И по этой работе мы, в общем, достигли определенных успехов Мы недавно проводили такой определенный бенчмаркинг Сравнивали наши достигнутые показатели С теми, которые есть по Российской Федерации В целом, по миру И мы, в общем-то, так На этом уровне Периодически возникающие Данные о тех или иных рейтингах Вот надо сказать, что мы ни за один не платим Это объективное рейтингование компаний Таких общероссийских или мировых Которые оценивают все авиационные компании По этим показателям И надо сказать, что у нас, в частности, по безопасности По уровню обслуживания Мы на хорошем месте Есть проблема Она известна для всех наших жителей Республики Сахай-Акути Это регулярность полетов Но надо сказать, что, наверное Ситуация, которая возникла недавно Произошла в прошлом году С нашими коллегами С другой большой компанией Которая закончила свою деятельность Эта деятельность привела к тому Что регулятор ужесточил требования И это, естественно, предполагает Ответ со стороны авиакомпании С тем, чтобы регулярность у нас повысилась Надо сказать, что зимний период Мы проходим уже на очень хорошем На очень хорошем уровне Есть практически, наверное, ежемесячные решения Росавиации О том, что на основе анализа Регулярности полетов Фактически, которые достигли Теленной компании Компании, как бы не прошедшие Они ограничиваются В выполнении чартерной программы Но вот, слава богу Мы пока туда не попадаем На чем сейчас строится маркетинговая политика? Каковы приоритеты ее? На спросе наших пассажиров То есть, какие направления Сегодня являются Наиболее востребованными Надо сказать, что правительство Российской Федерации В последние года 3-4 Оно ввело сейчас Субсидирование авиаперевозок С тем, чтобы появлялись новые маршруты И мы очень активно пользуемся этим правом И являемся очень большим Как бы потребителем этих денег То есть, когда субсидируются новые маршруты И на этот период Стоимость авиабилетов становится дешевле То есть, таким образом Выигрывает наш пассажир И надо сказать, что мы являемся Одним из действительно Из крупных получателей Эти субсидии Вот последние 3 года Это почти по миллиарду рублей Но весь этот миллиард рублей Он идет на снижение стоимости Авиабилетов для пассажиров Вторая тема Это, конечно Вот эта конкурентная борьба Которая Ну, жесткая конкуренция Которая существует у нас в авиации Надо сказать, что крах Вот многих Ну, некоторых компаний Которые прошли вот недавно Потрясли наш российский рынок Он связан с тем, что Вот в последние, наверное, периоды Деятельности этих компаний Компании очень активно Демпингуют Ну, вот таким образом Собирая ресурс Ну, и, к сожалению Это, конечно, очень сильно Отражается на деятельности Тех компаний Которые этим не занимаются Но Как бы должны Каким-то образом Отреагировать На такое поведение Эти компаний Поэтому Это довольно сложная ситуация И конкуренция Очень жесткая Очень жесткий конкуренция Ну, и тарифов От чего зависят Тарифы Тарифы, конечно, зависят От спроса И зависят От позиций Наших Компаний Которые стоят На этом рынке И затрат компании Насколько мы можем Снизить Стоимость Авиабилетов В тот Или иной аэропорт Очень большая работа Проводится Потому Чтобы снизить Стоимость Авиабилетов Внутри республики Тема очень актуальная Для нас И мы Очень активно Этот вопрос поднимаем В том числе Еще раз С правительством Республики Саха-Якутия О том Что эти перелеты Внутри республики Они тоже должны Субсидироваться Потому что Получается Что внутри республики Дороже Авиабилет Вы знаете Получается Таким образом Что Российская Федерация Субсидирует Авиаперевозки Между регионами И вот Расстояния На которые мы летаем Внутри республики Они иногда Бывают гораздо Больше Чем те расстояния На которые мы летаем И которые Субсидируются За счет Федерального центра Поэтому Одна из позиций Которая сегодня Очень активно Поддерживается Правительством Республики Саха-Якутия Надо сказать Что есть поддержка Со стороны Росавиации По этому поводу Это о том Что перевозки Внутри республики Они тоже должны Субсидироваться Из федерального бюджета Необходимо отметить Что вообще Транспортная Подвижность Населения Республики Она гораздо выше Она всегда была Выше Исторически И на момент Создания Нашей Авиакомпании И она Сегодня превышает Те показатели В целом По российской федерации Практически Более чем В два раза И мы считаем Что в том числе Вот для того Чтобы Как бы еще раз Закрепить В позиции Федерального центра О том Что нет другого Вида транспорта У нас нет Альтернативы Для того Чтобы обеспечить Перевозки пассажиров На всей территории Республики Саха-Якутия Это должно Субсидироваться В том числе И федеральным центром Ольга Николаевна Насколько сейчас Активно вообще Реализуется программа Обновление авиапарка Вашей компании Очень хороший вопрос Потому что Действительно Если говорить Что в целом У нас стоимость Вернее Возраст самолетов Составляет Где-то без Ан-24 12 лет А возраст Средний возраст Ан-24 Составляет От 35 До 41 Года Это цифра Ну как бы Поражает всех Поэтому Наверное Первое Чего мы ждем Это обновление Флота На Внутри региональных Перевозках Тоже есть Сформированная Позиция По отношению К тем самолетам Которые сегодня Предлагаются Минпромторгом Российской Федерации Мы считаем Что они сегодня Не адаптированы Для наших Аэродромов Для посадки Вот на Это пожалуй Это пожалуй Самый ключевой Момент Да Позиция Сформирована Но теперь Главное Чтобы нас Услышали Ну вот Без Ан-24 Средний Возраст Самолетов Еще раз Повторюсь 12 лет То есть В принципе Нормальный Для любой Авиакомпании Мы очень Активно Являемся Являемся Активным Участником Всех программ Которые Реализуются На уровне Российской Федерации То есть Авиакомпания Якутия Была одним Из первых Эксплуатантов И Ан-140 И Суперджетов И мы по-прежнему Держим эту марку Ну такой вопрос Наверное Его периодически Задают Сколько лет Еще все-таки Будут Ан-24 В парке Находиться Ну мы считаем Что наверное Это контрольный срок Или контрольная дата Это все-таки 22-23 год Наверное За пределами Этого года Скорее всего Будут Очень жесткие Ограничения По эксплуатации Этих самолетов Сейчас Не только Общественностью В целом Республики Обсуждается Слияние Авиакомпаний Якутия И полярных Авиалений Когда же Это произойдет Все-таки И в чем Сложности Наверное На данном этапе Ну Можно сказать Что до юра Это уже произошло То есть Все решения Которые Необходимы Были Они были приняты Егоров Анатчим Борисом Главой Республики Они были реализованы На сегодня 100% акций Минус одна Акция полярных Авиалений Является Собственностью Авиакомпании Якутия На сегодня Мы решаем Вопросы Пока Такого Корпоративного Руководства Мы Объединяем Наши Нормативные Документы Каким образом Организуется Работа Планирование Организации Деятельности Самой Авиакомпании Обеих Второй этап Это конечно Который Как мы считаем Однозначно Повлияет На снижение Стоимости Авиабилетов Это слияние Парка Однотипных Воздушных судов Мы Такого рода Расчеты Представили Нашему Собственнику В том числе Правительству Республики Саха-Якутия Но и ожидаем Согласия На эти действия Ольга Николаевна Как Вы видите Компанию По истечении Предположим 15 лет В будущем Какие планы У авиакомпании Она будет Уверенная Она будет Сильная И она будет Любимой Ольга Николаевна Большое спасибо Вам за участие В нашей передаче Беседа была Действительно Интересной Я напоминаю Что Вы смотрели Актуальное интервью Сегодня у нас в гостях Был генеральный директор Авиакомпании Якутии Ольга Николаевна Федорова Оставайтесь на нашем канале